МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минувшие выходные в Новосибирске утонули три человека. Все они купались в запрещенных местах. Чаще всего несчастные случаи происходят на котловане у юго-западного жилмассива. Именно там сегодня спасатели напоминали отдыхающим о правилах безопасности. С подробностями Владимир Киселев. Спасатели на берегу котлована у юго-западного жилмассива, хоть и не круглосуточно, но все же дежурят. У самого опасного в Новосибирске водоема стационарный пост. Помогать любителям поплавать там, где купаться категорически запрещено, приходится часто. Вот мужчина решил переплыть котлован на спор. Котлован глубокий, но некоторым отдыхающим хоть море по колено. Опасности не боятся, хотя даже спасатели здесь травмировались не раз. У меня спасатель здесь порезался, устанавливал двигатель, получается, на моторную лодку. Ну вот, моторная лодка у нас стоит здесь, метр. Он здесь ногу порезал. Что говорить обо всех остальных. То есть люди так же приходят, режутся, к нам приходят. То есть мы их обрабатываем, как бы, ну, даем рекомендации свои, чтобы в воду как бы не лезли. Отдыхающие, как правило, рекомендации спасатели игнорируют. Однако есть и те, кто понимает, что купание в тех местах, где это запрещено, может привести к трагедии. Сами вообще как относитесь к тому, что люди рискуют регулярно? Ну, есть такая хорошая пословица. Не знаю броду, не лезь в воду. Этим все сказано. На дне этого водоема осколки стекла и строительного мусора. В некоторых местах глубина до 20 метров. Из-под земли бьют холодные ключи. Причин, почему здесь тонут и получают травмы, много. Это купание в состоянии алкогольного опьянения. Вот так же, не знаю дна, наспор, переплыть, речку или какой-то водоем, люди тонут. В прошлую субботу здесь утонул один человек, но купаться в котловане продолжают. Спасатели не имеют права заставить людей выйти из воды. Все, что остается, предупредить об опасности и быть готовыми к чрезвычайным происшествиям. Однако спасатели уверены, по сравнению с прошлым годом ситуация хуже не стала. По сравнению с прошлым годом, примерно идет одинаково. Июль месяц – это наиболее интенсивный в плане работы. Потому что и погода уже налаживается более-менее благоприятная. И вода прогрелась нормально, 21-22 градуса. Несмотря на возможные риски, любители пляжного отдыха продолжают тянуться к воде в запрещенных местах. Спасатели призывают людей к здравому смыслу. Ведь очередной заплыв на аспор может стать последним. Владимир Киселев, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Энергетики и дорожники согласовали свою работу. При ремонте улицы и подземных коммуникаций строгая очередность, чтобы асфальт не пришлось укладывать дважды. Так, ремонт теплосетей на Фрунзе закончится в начале августа. Только после этого дорожники начнут укладывать новое покрытие. Сейчас основные работы идут на перекрестке с улицей Семьи Шамшиных. Александр Медведенко продолжит. В зоне здесь получается 20 жилых домов, 3 больницы. Ну, все у нас, все, что по семье Шамшиных. Три больницы. Шесть общественных зданий и 14 прочих объектов. Ну, то есть, это вся семья Шамшиных. Ну, тем более, сроки нарушать нельзя. Трубы на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных проложили еще в 60-е. Пришло время обновлять теплотрассу. Причем сделать это нужно максимально оперативно. Этот объект действительно достаточно сложный. Здесь тысячная труба. Здесь 500-е трубы. И все в камере в стесненных условиях. Плюс большие плиты, большие веса. Дополнительная сложность в том, что улицу Фрунзе сейчас тоже ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Работу энергетиков и дорожников согласовали. Сначала заменят трубы, потом асфальт по ГОСТу. Мы специально утверждаем графики, очередность работы. Планируем эти работы на весь летний период. Малейший срыв этих графиков приводит к рассогласованию. Движение не остановлено, оно обужено. И определенные неудобства для автомобилистов. Но это необходимо сделать. Причем по очереди будет сделано. Сначала эта сторона, потом перейдут на ту сторону. И только после этого, заметьте, приступят к ремонту дороги по национальному проекту. Ремонт теплотрассы планируют закончить к началу августа. После на этом участке начнут ремонтировать дорогу. Полностью привести в порядок улицу Фрунзе планируют к началу осени. Минимальный объем работ на данном участке. Три километра от Советской до Кашурникова протяженность. То есть всю Фрунзе мы приводим в нормативное состояние проезжую часть. Но в набор работ по ремонту ходит фрезерование устройства, выравнивающие слоя до 4 сантиметров. И устройство современного тонкослойного покрытия одновременно с распределением эмульсии для лучшего схватывания. С гарантией 4 года. Ремонт теплотрасс потребовал больше времени, чем планировал подрядчик. Поэтому работы будут проводить круглосуточно. В течение дня подрядчик может работать на средствах малой механизации. То есть дизельные генераторы или бензиновые гудят. По правилам общежития до 22 часов только гудеть можно. Удобство жителям нельзя создавать. Но мы сегодня нашли решение, мы не решим. То есть в ночь будет объект подключаться, вся техника будет подключаться от горсвета. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работа в ночное время ускорит процесс ремонта теплотрассы. А дороги обновляют в темное время суток, чтобы не провоцировать заторы. Александра Медведенко, Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Ливневку на площади труда очистили от ила и мусора. Подземный коридор высотой в 2,5 метра был забит почти доверху. Вода после ливни с внушительной части левобережья по нему не уходила. Затапливал дорогу. Изменится ли ситуация, расскажет Александр Сульдин. Причину регулярных потопов на площади энергетиков после нескольких месяцев работы удалось устранить. Как я мэру обещал в марте месяце, затопление этого участка при нормальной эксплуатации, чем мы и занимаемся, в принципе исключено. В марте выяснили, под землей есть большой коллектор, почти полукилометровый коридор, по 2,5 метра в высоту и в ширину. Дождевая вода собирается в него со всех окрестных улиц Станиславского, Ватутина и бежит в протоку в районе ТЭЦ, потом вопь. Но не проходит, грязь мешает. Расчищать пришлось участок длиной 415 метров. Одна смена работала здесь 8 часов. Обычными совковыми лопатами собирали ил, грязь, обломки досок в тачку. Потом высыпали все это в бою и поднимали наверх. Работали как шахтеры в 19 веке. Даже попробовать это очень тяжело. Ило здесь было практически с мой рост. Сейчас я могу пройти дальше, в коллектор практически не пригибает. Мы не рискнули спуститься под землю с видеокамерой. Внизу очень жарко и влажно, в воздухе стоит стена пара. Коллектор соединяется со стоком ТЭЦ. Там вода под 70 градусов. В таких условиях горнорабочие здесь трудились днем и ночью. По три смены за сутки. Четыре горнорабочих грузили вручную тачки. И потом этим краном поднимали наружу, грузили в КамАЗа и вывозили на свалку. Ил, щебень, бордюрные камни, доски. Ну, весь мусор, который был на дорогах, все было там. Коллектору четыре десятка лет. Его не чистили и не ремонтировали все это время. В этом году, после того, как убрали Ил, появились течи во многих местах. Их заделывают бетоном. Помимо большого коллектора промыли и три малых. С улиц Станиславского, Ватутина и Станционной. Здесь усилия горнорабочих не понадобились и расчищали водой под высоким давлением. Часть коллектора в скором времени забьют песком из-за строительства четвертого моста через Обь. Сточные воды пойдут по новым коридорам. Будет ли скапливаться вода на дороге, станет ясно уже на этой неделе. В субботу синоптики обещают дожди. Большой ливень, который был в июле, площадь не затопил. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Жители Новосибирской области за полгода заплатили больше 93 миллиардов рублей налогов. В бюджет города поступило 8,5 миллиардов. Почти 30 миллиардов рублей жители Новосибирской области и местные компании задолжали налоговой. Чаще всего новосибирцы не платят земельный и транспортный налог. Задолженность по выплатам за владение имуществом тоже высокая. Однако за последний год она снизилась почти в два раза. Много задолжали и индивидуальные предприниматели. Часто новосибирцы регистрируют фиктивный ИП, чтобы получить небольшое вознаграждение. Однако забывают, что в этом случае нужно платить налоги. На самом деле они себя где-то в финансовую кабалу загоняют, потому что я напомню, что независимо работаете, вы не работаете, получаете доходы, не получаете. Сам статус индивидуального предпринимателя предусматривает обязанность по уплате ежегодно фиксированных платежей в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Это там около 40 тысяч рублей. Штрафы повысили, рейды проводят ежедневно, злостных нарушителей отправляют на общественные работы. Однако очистить улицы Новосибирска от несанкционированной торговли не удается. Вместо одного киоска на следующий день могут появиться уже два. Почему так происходит, разбиралась с Вероникой Ивановой. На остановочной ЖД-платформе речной вокзал сегодня необычно малолюдно и пусто. Обычно же и здесь, и у лестницы, которая ведет на улицу Восход, ведется активная несанкционированная торговля. То ли наши камеры распугали всех торговцев, то ли ежедневные рейды администрации, милиции и охраны вокзала. Торгашей убрали здесь, потому что конкуренция, магазин все обеспечивает. Поэтому они все ушли. Меньше толкотни, это понятно. А для народа может быть и не лучше. Почему-то в каждом ларьке что-то подешевле, что-то подороже. Поэтому выбор был, где-то взять что-то. С теми, для кого торговый центр не конкурент, бороться сложно, объясняют в профильном управлении мэрии. Территория смежная, здесь и метро, и железнодорожная станция. Договорились о нарушениях на платформе будут сообщать дополнительно. Сотрудники Октябрьской администрации фиксировать. Периодически, я думаю, рейды надо просто устраивать совместно, потому что вот эти частные граждане и формировать, и вовремя удалять. Хотя ежедневные совместные рейды сотрудников администрации, управление потребительского рынка мэрии здесь и так проводят. И нарушители знают проверяющих в лицо. Нелегальных продавцов со стажем протоколом не напугать. Пугает только изъятие товара. У муниципалитета нет полномочий по изъятию товара незаконно торгующих граждан. В соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации, эти полномочиями обладают сотрудники полиции. Мы не имеем права даже потребовать документ для составления административного протокола. Этими функциями наделены сотрудники полиции. То есть вся работа все равно замыкается на то, чтобы в наших рейдах постоянно участвовали сотрудники полиции. Чтобы в каждый рейд выходил уполномоченный сотрудник МВД, нужно такое нарушение, как несанкционированная торговля, перевести в разряд общественно опасных. Это задача региональных законодателей. Одну попытку таких поправок областные депутаты отклонили. Зато штрафы в последние годы удалось повысить. Правда, приставом взять с нарушителей без имущества, зарплаты и счета в банке часто просто нечего. Впервые у нас лица, совершившие правонарушение, привлекаются штрафом в размере от 1500 рублей за повторное правонарушение. 5000 рублей необходимо понимание от граждан. Если они сегодня будут продолжать покупать в неустановленных местах, соответственно, будет появляться предложение со стороны нелегальных торговцев. Поэтому не будем покупать, не будет нелегальной торговли. Со стороны улицы Большевистской торговля несанкционированная, незаконная, без сертификатов и уплаты каких-либо налогов продолжается. Не только потому, что контролеры уехали скорее, потому что новосибирцы готовы купить и ягоду, и овощи, и солнцезащитные очки, и даже водоплавающих черепах прямо у дороги. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Образовательный проект «Про-музыка» открывает вторую смену. Участниками в этом году стали около ста молодых музыкантов и композиторов со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Десять дней они будут учиться у опытных педагогов, а потом напишут собственные произведения. Где и когда их можно будет услышать, расскажет Анна Буянова. Артем Кичиткин и Анастасия Корень из Казахстана мечтают выступать на больших сценах. На смену в Первый сибирский музыкальный лагерь приехали за знаниями и новым опытом. Для меня музыка – это что-то не совсем обыкновенное, потому что на сцене я совершенно другая. Я не могу раскрыться в жизни, но на сцене я по-настоящему живу. Для кого-то это хобби, для кого-то это какой-то выход эмоций. Для меня это отчасти смысл жизни, потому что без нее трудно жить. Это мензура, которая отражает мое состояние каждую секунду. Музыканты пробудут в лагере 10 дней. График расписан по минутам. За смену молодые композиторы должны написать новые произведения, а музыканты – исполнить их перед публикой. Развить творческие навыки ребятам помогут педагоги консерватории. Все преподаватели. Вот я так получил, что я самый молодой среди них. Есть люди с очень большим опытом, например, заведующие кафедрой композиции Пражской консерватории Иржи Берзак. Есть уникальные люди, как исполнитель на дудуке, доцент Ириванской консерватории Чуколян. Поэтому я думаю, что это будут некие уникальные знания, которые они не смогут получить в другом месте. Попасть на творческую смену лагеря непросто. Из 300 заявок в этом году специальная комиссия отобрала около 100 претендентов. Все они из разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Участвуют в проекте и ученики Новосибирской консерватории. Мы очень гордимся и знаем наших великих исполнителей. Мы знаем наш прекрасный симфонический оркестр. Но мы очень мало знаем наших молодых, подающих надежды, музыкантов и композиторов. И вот этот проект как раз он для того, чтобы с одной стороны поддержать и показать наших, кем мы гордимся, с другой стороны, что произошла вот эта коллаборация, когда, знаете, такой обмен таким творчеством. Оценить работу юных композиторов и музыкантов смогут не только приглашенные педагоги, но и все новосибирцы. После завершения смены 26 июля ребята дадут концерт на Михайловской набережной. Анна Буянова и Денис Савинский. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий вам поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nskenews.info читайте про сибирские бренды одежды. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин